Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». Главное событие минувшей недели – послание главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова об основных направлениях деятельности и результатах работы главы и правительства республики. Смотрите специальный репортаж Альбины Ламковой. Основное политическое событие республики состоится через несколько минут. Местом его проведения стал Дворец культуры Черкеска. Собрались на него представители разных профессий. Доклад послания охватывает обширный круг вопросов, поэтому и интерес к этому событию огромен. Этот год не стал исключением. В него были включены политические, экономические и идеологические положения. Основные направления – внутренней и внешней политики. Первое, что озвучил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, касалось специальной военной операции. О том, какую помощь оказывает республика в этом направлении и на что нужно обратить внимание. Так он поручил правительству региона ввести новые меры поддержки для участников СВО. В частности, создать кадровый резерв для их последующей работы в органах госвласти. Общество сплотилось и слово «патриотизм» наполнилось новым смыслом. И мы видим, насколько силен дух патриотизма в нашей республике и в России в целом. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов обратил внимание, что для поддержки военнослужащих и их семей также будет выплачиваться региональный материнский капитал, начиная с рождения первого ребенка. По возвращении с территории СВО в случае желания открыть свое дело, военнослужащие могут воспользоваться поддержкой в рамках соцконтракта за счет республиканских средств. Кроме этого, для всех участников СВО и членов их семей разработаны и действуют региональные меры поддержки. Уровень жизни региона напрямую зависит от состояния экономики. Прошедший год был не из лучших. Не только для нашей республики, но и для всей нашей страны. С одной стороны, оказали влияние на многие отрасли, потребовали переформатирования устоявшихся экономических связей, но с другой, позволили с новой силой использовать собственные возможности для наращивания конкурентоспособного внутреннего регионального продукта. По поручению президента Российской Федерации, огромную работу по обеспечению устойчивости экономики и поддержки бизнеса провело правительство Российской Федерации в тесном взаимодействии с полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Яковлевичем Чайкой. Отдельно хочу поблагодарить вице-премьера правительства Российской Федерации, куратора Северо-Кавказского федерального округа Александра Валентиновича Нового. Благодаря мерам и решениям, принятым на федеральном и региональном уровнях, нам удалось максимально нивелировать негативные последствия экономических санкций, а по многим направлениям показать устойчивый рост, отметил глава региона. По итогам 2022 года индекс промышленного производства вырос. По сравнению с 2020 годом темп роста объема инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, увеличился почти вдвое. Более чем наполовину выросла инвестиционная составляющая регионального бюджета. Завершены пять инвестпроектов общей стоимостью 22 миллиарда рублей. Меня, конечно, с большим интересом привлекал экономический блок. Естественно, на ходу все цифры так не переваришь. Я намерен, например, с карандашом в руках снова посидеть с этим докладом. Определены направления, на которые надо делать упор при формировании бюджета на следующий год. И депутатским корпусом на это будет обращено пристальное внимание. То есть все задачи, которые перед республикой стоят, мы знаем. Глава их осветил. И я надеюсь, что они все будут в следующем году решены. Общий объем выпуска продукции в области сельского хозяйства тоже вырос. С немаловажным аспектом динамики в отрасли стали меры господдержки на развитие агропромышленного комплекса. Направлены средства на развитие мясного и молочного скотоводства, на производство и реализацию зерновых культур, на закладку интенсивных садов, поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Будем надеяться, что все, что он озвучил, будет применимо в нашем регионе, что наши фермеры наконец-то получат ощутимую поддержку. Проблем сегодня в сельском хозяйстве более чем достаточно. Это и погодные условия, это и экономическая ситуация в стране. Но с таким тылом, как сегодня озвучили, мы будем надеяться только на лучшее. На этот год предусмотрены новые меры поддержки производителям картофеля и других овощей. Важно, что этими мерами смогут воспользоваться наравне сельскохозяйственными предприятиями и самозанятые граждане, отметила глава республики. Был сделан акцент на развитии мясного и молочного скотоводства. Начиная с прошлого года, Карачаево-Черкесия уверенно движется к позиции лидера по овцеводству в стране. Группой компании «Домоте» реализован масштабный инвестиционный проект по развитию индустриального мясного овцеводства. Завершена реконструкция и запуск мясоперерабатывающего завода высокой мощностью переработки. Также компания реализует на территории республики проект по строительству комплекса «По откорму овец». Немалую лепту в увеличении производства тепличных овощей в России вносит наше предприятие «Агрокомбинат Южный». В этом направлении в республике открываются новые производства. Приоритетом в сельском хозяйстве считается садоводство. Реализовано два крупных проекта по закладке садов интенсивного типа общей площадью 1000 гектаров. И проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью длительного единовременного хранения. Главой Корчаева Черкесии было дано поручение вдвое увеличить объем средств для защиты сельскохозяйственных культур от городобития. Также до 1 августа текущего года правительству республики совместно с главами муниципалитетов представить предложение по решению проблемы с беспризорными собаками на всей территории республики. Было поручение модернизировать республиканскую ветеринарную лабораторию, обеспечить необходимым оборудованием и транспортом. Особое внимание в регионе уделяют туризму. Отрасль активно развивается, есть успехи. Наши курорты пользуются большим спросом. Учитывая динамику и перспективы дальнейшего развития отрасли, привлечен высокий объем инвестиций. Будет реализовано два крупных проекта, что позволит создать более 9 тысяч новых рабочих мест. Для систематизации деятельности курорта Домбай и повышения качества предоставления туристских услуг было поручение создать управляющую компанию. Помимо решения первоочередных задач в экономике и социальной сферах, прошлый год был ознаменован празднованием столетия Корчао-Черкесии, отметил глава республики. Несмотря на непростую ситуацию, удалось не допустить срывов намеченных мероприятий и обеспечить их практически стопроцентное выполнение. В 2022 году поставили новый региональный рекорд ввода жилья. Скажу, что сейчас в работе находится рекордное количество строящихся объектов водоснабжения. Важные мероприятия проведены по обеспечению жителей республики качественной питьевой водой в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и современный облик сельских территорий. Качественное энергосбережение имеет большое значение в нашей республике. Учитывая, что ежегодно увеличивается количество строящихся объектов, возводится новый микрорайон, развивается туристическая инфраструктура, строятся объекты в промышленном и агропромышленном комплексе, отметил глава региона. На территории республики большое внимание уделялось проведению мероприятий по защите и восстановлению лесов, ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов, накопленного вреда окружающей среде. Защита населения от негативного воздействия паводковых вод. Визитной карточкой республики служат дороги. От их состояния зависит настроение жителей, безопасность и желание гостей курортов еще раз вернуться к нам, отметил в послании глава региона. Еще раз сказал, какая работа в этом направлении проводится и будет продолжена в будущем. Рашид Тимрезов обратил внимание на тот факт, что даже с учетом большого объема выполненных работ по ремонту дорог, количество ДТП в республике остается высоким. В рамках мероприятий по повышению качества и доступности цифровых сервисов для населения бизнеса ведущими операторами связи и провайдерами при поддержке Министерства цифрового развития Корчаева Черкесской Республики в условиях санкционного давления недружественных стран построены и модернизированы базовые станции. Работа с обращениями граждан имеет важное и приоритетное направление работы органов власти всех уровней. С этой целью внедрена платформа обратной связи. Хочу обратить внимание, что глава республики почти в каждой отрасли ссылался на обращения граждан. Это демонстрирует то, какое пристальное внимание он обращает работе с обратной связью. И вообще, в принципе, вся работа органов власти строится вокруг потребностей обычных жителей нашей республики. Большое количество обращений к граждан касалось вопросов социальной сферы. Глава Корчаева Черкесии рассказал о том, что уже сделано и предстоит. Были даны поручения различных мер поддержки. Рождение ребёнка всегда отражается на материальном благополучии каждой семьи. И, конечно, увеличение размера материнского капитала до 150 тысяч рублей. А размеры единовременной выплаты при рождении третьего ребёнка до 50 тысяч рублей, конечно, будет хорошим подспорьем для каждой семьи и достаточным стимулом для повышения рождаемости в нашей республике. Президент Российской Федерации уделяет приоритетное внимание первичному звену здравоохранения. В республике полным ходом идёт реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, отметил глава региона. В 2023 году в рамках программы модернизации будет построено и отремонтировано 20 объектов здравоохранения. Одним из новшеств развития отрасли здравоохранения является установление коротких коммуникаций между пациентом и медицинским сообществом. В последние годы были предприняты существенные меры по совершенствованию кадрового потенциала, повышению его профессионального уровня, оптимизации численности и состава. В рамках реализации национального проекта образования в республике создаются условия для развития современных компетенций у детей и педагогов республики. Открываются центры образования, проводится работа по снижению бумажной нагрузки на учителей, систему мер профессионального развития. Поручение сегодня касалось повышения квалификации педагогических работников, а именно в первую очередь необходимо определить и провести всю диагностическую работу по устранению профессиональных дефицитов и только потом определять и повышать качество образования. Этой работой сегодня мы и занимаемся непосредственно в Министерстве образования и науки. Мне понравилось особенно то, что у нас сделана большая работа по трудоустройству граждан. 10 тысяч рабочих мест в 2022 году. Посланник глава Карачаева-Черкесии отметил растущий общественный запрос на занятия физической культурой и массовым спортом в республике. Строятся и сдаются спортивные объекты, растет количество победителей спортивных соревнований. Большое внимание уделяется развитию культуры в малых городах и в сельской местности. Благодаря национальному проекту в республике интенсивно развивается инфраструктура отрасли. Построены новые дома культуры. Сегодня глава в очередной раз подчеркнул важность культуры, но в то же время обратил внимание на те задачи, которые уже длительный срок не решаются. В частности, это наполнение практической ежедневной работы домов культуры, которых у нас на селе за последние годы уже более пяти десятков построено и отремонтировано. Сейчас стоит задача ежедневную эту работу, а это не меньше трех кружков, еженедельные различные выступления, гастроли и новые форматы, которые привлекут в дома культуры и детей, и старшее поколение внедрять. Эффективная реализация государственной молодежной политики находится в центре внимания правительства республики, отметил глава Карачаева Черкесии. Проведена большая работа по финансовой поддержке в реализации социально значимых инициатив молодежи. Укреплению политической стабильности и согласию в республике способствуют сохранению гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений, отметил глава региона. Одним из важных событий в религиозной жизни республики стало открытие главной соборной мечети. Поблагодарил духовенство за большую работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, за взаимодействие с органами власти в вопросах укрепления межнационального и межконфессионального согласия. В заключении детального плана действий, которого будут придерживаться в работе региональные власти и муниципалитеты в течение года, глава республики Рашид Тимрезов отметил работу всех, кто активно принимал участие в развитии и повышении социально-экономических показателей в республике и реализации задач, направленных на улучшение качества жизни наших граждан. Поблагодарил за поддержку. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Алий Бастанов, Вести Корчаева, Черкесия. В Доме правительства под председательством вице-премьера Ирины Гербековой прошло заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Собравшиеся обсудили три главные темы. Первый вопрос касался применения упрощенной налоговой системы как меры поддержки малого и среднего бизнеса. Вторая тема повестки – уровень производственного травматизма при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе на объектах водоснабжения и канализации. И третья тема – ход реализации и оценка эффективности госпрограммы развития культуры в республике. Председатель Карачаева-Черкесского объединения организаций правсоюзов Раиса Айбазова отметила необходимость проведения таких встреч, чтобы работодатели тщательно следили за медицинским осмотром работников предприятий во избежание несчастных случаев на производстве. По итогам заседания трехсторонней комиссии даны соответствующие рекомендации работодателям и профсоюзным организациям. Вопросы, рассмотренные в ходе работы комиссии, взяты на особый контроль. В рамках 22 несчастных случаев, в 22-м уже 24 было. И в том плане, что медицинские осмотры, они необходимы. Ирина Джишановна, 10 несчастных случаев было. Пришел человек на работу. Это говорит о том, что медицинские осмотры не проводятся. Состояние работника. Давайте внесем в свой протокол. Не допущение типичных нарушений антикоррупционного законодательства должностных лиц, органов государственной власти, республики и муниципалитетов. Эту тему обозначили на круглом столе в республиканской прокуратуре. В ходе заседания обсудили методы профилактики правонарушений и преступлений, подвели итоги работы и противодействия коррупции. Подробнее Дарья Тендит. В этом году на 30% возросло количество привлеченных как дисциплинарной, так и административной ответственности, как органов государственной власти, так и муниципалитетов. В части нарушения антикоррупционного законодательства – несоблюдение обязанностей, неисполнение ограничений, отметил старший помощник прокурора республики Радмир Баташев. Вопросы противодействия коррупции систематически обсуждаются у нас в формат совершенно разный, начиная от межведомственных рабочих групп по противодействию коррупции, оперативных совещаний, координационных совещаний. И, безусловно, по результатам данных совещаний принимаются дополнительные меры, направленные на эффективную деятельность правоохранительных органов в данной сфере. С информацией о проводимой работе по противодействию коррупции ознакомила начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления главы Карачаева-Черкесии по вопросам противодействия коррупции Елизавета Дорохина. В сфере противодействия коррупции приоритетными вопросами было осуществление постоянного мониторинга реализации антикоррупционных мероприятий в органах госпластика Карачаева-Черкесской республики и органах местного самоуправления республики, а также вопросы предстоящей декларационной кампании 2023 года. На официальном сайте главы правительства создан специальный раздел «Противодействие коррупции», где можно ознакомиться с информацией о деятельности нашего органа. По итогам состоявшегося обсуждения были определены меры, способствующие укреплению взаимодействия с общественностью и повышению эффективности работы в сфере противодействия коррупции и профилактики коррупционных нарушений. Также были даны ответы на поступившие вопросы участников встречи. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. По традиции в День памяти и скорби прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В Черкесске в Парке Победы собрались представители власти, правоохранительных органов, общественных и образовательных организаций республики. Подробности у Али Баташева. Вечный огонь и множество зажженных свечей в руках. Портреты солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом за мирное небо над головой. В этот вечер на Мемориале Вечной Славы множество людей. Их объединяет память о начале войны, длившейся 1418 дней и ночей и унесшей около 27 миллионов жизней. Мы зажигаем свечи и склоняем свои головы перед самоотверженностью военного поколения. И наш долг хранить память об этом подвиге, говорили выступающие. Мы чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы отдаем память тем, кто был замучен в концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от ран в госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков и детей. Я желаю вам, чтобы вы жили под мирным небом, чтобы вы всегда помнили о тех, кому мы обязаны сегодняшним мирным днем. Пусть в нашей жизни всегда будет мир и счастье. Память погибших почтили минутой молчания. Свечу в память о своем прадеде, участнике Великой Отечественной войны, Умаре Махове и других героях фронта и тыла зажгла Софья Кирейтова. Многие родственники рассказывали, у которых и прабабушки рассказывали, как это было тяжело. Мы шли недавно к Вите раньше, которая уже не стала. Она нам тоже раньше рассказывала, как они собирали хлопок сами. Поэтому это все очень трагично и не нужно это забывать. Многие ветераны Великой Отечественной уходят, но память об их подвиге продолжает жить. Зажженные свечи и множество цветов у мемориала Вечной Славы – еще одно напоминание о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Алибаташев Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесии открыли памятную доску заслуженному тренеру России Александру Давыдову. Человеку, благодаря которому спортивный мир узнал о многих боксерских талантах Карачаева Черкесии. В частности, о призере Олимпийских игр в Афинах Мурате Храчеве. На мероприятии около дома, где жил Александр Степанович, побывал наш корреспондент Артур Мхце. Есть люди, с которыми принято связывать целую эпоху. Таким, без сомнения, можно считать и коренного жителя Черкеска Александра Давыдова, посвятившего себя поиску и огранке драгоценностей, обучению и шлифовке мастерства талантливых ребят, которыми на самом деле богата Карачаева Черкесия. Для него тренерская работа стала не просто профессией, а возможностью делать из юных сорванцов уверенных в своих силах молодых людей. А фраза «ученик Давыдова» – это своего рода знак качества. Талантливым он был не только как тренер, как педагог, но и также он был очень талантливый наставник по жизни. Очень многому мы научились, его воспитанники, все те, кто прошел через его руки, даже какое-то небольшое время, кто занимался боксом у него, все те, кто прошли через его руки, все мы научились у него очень важным и необходимым качеством. Прошло два с половиной года, как ни стало человека, с именем которого были связаны многие успехи боксеров из региональной столицы на самом высоком уровне. Среди его воспитанников – победители и призеры крупнейших спортивных форумов. И вот теперь около дома, где он провел большую, разумеется, после тренировок часть жизни, состоялось памятное мероприятие с установкой мемориальной доски. О многочисленных заслугах почетного гражданина Черкеска Александра Давыдова говорили все, кто пришел в этот день отдать дань уважения наставнику, другу, а для кого-то и ни много ни мало – второму отцу. Али Хуранов вспоминает, каким был тренер на занятиях, чему учил ребят. В нем было все. Разные грани. Он и строгий, он требовательный. Учил нас дисциплине. Где-то добрый. То есть вовремя умел объяснить человеку, что от него надо. То есть, как он нам говорил всегда, интересно. Он говорил, ребята, я могу вам дать все, кроме одного. Сердце должно быть храброе. Мемориальная доска Александру Давыдову была открыта при участии его супруги, которая многие годы поддерживала его и в горе, и в радости. Цветы у дома, как живое напоминание о человеке, оставившем после себя куда больше, чем просто спортивные достижения республики и регальные воспитанников. Он помог каждому стать человеком, за которого ему не было бы стыдно. Артур Махцы, Али Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Он посвятил свою жизнь образованию и воспитанию молодого поколения. Ушел из жизни кандидат филологических наук, директор Института филологии КЧГУ имени Умара Лиева Хасан Сулейманович Лепшоков. Он был грамотным руководителем и пользовался большим уважением среди преподавателей вуза и студенческой молодежи. О жизни компетентного и мудрого руководителя Института филологии Алихан Лепшоков. Вся его жизнь была связана с родным университетом. Хасан Лепшоков прошел длинный путь, прежде чем стать руководителем Института филологии КЧГУ. В 1980 году окончил Карачаево-Черкесский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. В 1991 году Хасан Сулейманович прошел обучение в аспирантуре в Ленинградском государственном педагогическом институте имени Александра Герцена в Санкт-Петербурге. В 2021 году зачитал кандидатскую диссертацию в Нальчике и там же в КБГУ окончил докторантуру. Он сначала был заместителем декана филологического факультета, а после стал и директором Института филологии. Около 40 лет он связан профессионально с нашим университетом. Из них 15 лет руководил одним из самых больших подразделений нашего университета. Это филологический факультет, сегодня институт филологии. И во всех должностях, которые занимал, ответственных должностях, Хасан Сулейманович всегда показывал высокий уровень профессионализма и профессиональной этики. Как преподавателя его студенты любили, обожали. За время руководства Хасана Сулеймановича Институт филологии стал одним из самых больших многофункциональных структурных подразделений университета. Энергичный и инициативный руководитель внес огромный вклад в открытие на базе Института новых направлений подготовки кадров. Хасан Лепшоков проводил множество российских и международных форумов и конференций. Строгий к своей работе и справедливый ко всем именно таким он запомнился коллегам по ВУЗу. И работал он при этом не откладывая в сторону или не оставляя учебно-методическую и научную работу. Он все так же работал и со студентами, читал лекции. И административная работа у него в принципе получалась, поскольку можно судить, что филологический факультет долгие годы находился в первых рядах, получал первые места за организацию обучения, за организацию научно-исследовательской работы. Тяжело руководить таким большим коллективом с большим количеством студентов, но каждому из преподавателей, студентов он умел найти подход. Ругал, говорят, ну что ж, администратора обязанность входит и пожирить иногда тех, которые заслуживают этого. Но он всегда шел навстречу студентам. Профессиональный потенциал нашего Хасана Сулеймановича, он тоже был очень высокий. Он очень четко реагировал на все изменения, которые происходили в сфере образования. Улавливал моменты, когда что-то нужно было поменять для более плодотворной, эффективной работы. Он всегда готов был оказывать нам помощь и поддерживал наши идеи. И нам будет его не хватать, отмечают студенты Института филологии. Нам будет очень сильно не хватать Хасана Сулеймановича. Я здесь учусь и работаю в Институте филологии. Каждый раз, подходя с какой-то проблемой к Хасану Сулеймановичу, он всегда искал решения. Он мог и по-отцовски поругать, но одно было то, что никогда никого не давал обиду. И любой студент был уверен в том, что сможет найти в нем поддержку и помощь. Все мероприятия, которые проводил Хасан Сулейманович, проходили на высоте, потому что даже к самым незначительным моментам он подходил фундаментально и делал так, чтобы все было достойно и на высоте. Искренность, неиссякаемый оптимизм директора Института филологии Хасана Лепшокова навсегда останутся в памяти благодарных студентов и коллег. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»